Салам астаму хурмите от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я сегодняшний эфир хотел посвятить последним новостям, которые активно обсуждались в социальных сетях, описывали средства массовой информации. Различные министры, пресс-служба Назарбаева и Такаева делали разъяснения. Это речь идет о полномочиях президента Хасмжамар Такаева. Я назвал сегодняшнюю тему эфира «Как Назарбаев отпилил Такаеву то, чего нет». Конечно, многие задумались, действительно, что же отпилил Назарбаев у Такаева. Это не то, что вы подумали, уважаемые друзья. Я думаю, что, надеюсь, точнее говоря, что это он у него точно не отпилил. Что же он все-таки отпилил у Такаева? Дело в том, что на прошлой неделе было озвучено различных средствах массовой информации и подконтрольные властям на сайте НАМАД о том, что 9 октября вышел указ, подписанный Такаем, которым он написал, что все ключевые должности страны должны согласовываться с председателем Совета национальной безопасности, то есть с Султаном Назарбаевой. Ну и где-то второй уровень – это секретарем Советом национальной безопасности, который назначается лично Нурсултаном Назарбаевым. И это фамилия известная, бывший министр внутренних дел, или, как говорится, про него говорят, что кровавый мясник, мясник Жанавзеня – это Касымов. Он сейчас является помощником Назарбаева, его секретарем в Совете национальной безопасности. Так вот, уважаемые друзья, указ вышел 9 октября, он был предан огласке больше, чем через неделю, и, конечно, вокруг этого начались разные обсуждения. Но вообще давайте рассудим юридически. Что получается? Получается, указ Мажемар Токаев подписал указ, в котором говорится, что Акимы областей, городов назначаются вроде бы как бы такаем своим указом, но по согласованию с председателем Совета национальной безопасности. Все министры, министры силовых структур и многие должностные лица высшие, включая даже заместители министров, обратите внимание, даже заместители министров, они все реально согласовываются с Назарбаевым. То есть вы понимаете, что в реальности у Токаева нет никакой власти. Хотя в Конституции страны говорится, что президент это высшее должностное лицо, максимум все, что он должен согласовывать в Сенате, это должность председателя Национального банка, председателя Комитета национальной безопасности и министра обороны. Но в реальности вы видите, что включен новый элемент, это согласование президентом страны у председателя Совета национальной безопасности. А кто такой представитель Совета национальной безопасности? Разве его избирает народ? Разве Казахстан может являться демократическим государством, если должности невыборные? Да, есть выборная должность президента, считается, выбирает депутатов, якобы парламент избран народом, выборность, которая предполагает структуру демократической страны. Но тут появляется настройка в виде главы национальной безопасности, Совета национальной безопасности, который в реальности стоит по своему статусу выше, чем президент страны, нарушение самой Конституции. И более того, его никто не избирал. Он сам себя назначил, будучи президентом страны, он учредил Совет национальной безопасности, сам себя назначил, сделал этот орган пожизненным. Члены Совета национальной безопасности все назначены им, когда он был президентом. И сейчас все эти люди назначаются и согласовываются после прямого разрешения и согласия на Руслутан Назарбаев. То есть вы понимаете, что по сути дела построена диктаторская система, где президент номинальная фигура, премьер, министры, все они назначаются Назарбаевым. Ну, знаете как, я об этом все время говорил. Дело в том, что я просто сейчас реагирую на то, что обсуждается в средствах массовой информации, в социальных сетях. Все удивляются, как же так. Тем более, что Руслан Назарбаев недавно заявил, что двоевластия в стране нет, что это некие враги, живущие за рубежом, распространяют слухи, что в реальности вся власть принадлежит Такаеву. Да, он с ним какие-то вопросы согласовывает, то там же Совет национальной безопасности состоит из большого количества участников, из высших руководителей страны. И типа это не он согласовывает, а все остальные. Все вместе, якобы коллегиальный орган. Да, действительно, двоевластия нет. Я все время говорил о том, что власть принадлежит Назарбаеву, что Такаев мебель, что никакая ему власть не принадлежит. Поэтому, когда Назарбаев говорит, что некие люди, живущие за рубежом, враги нашей страны, без Родины, как он говорит, распространяют такие слухи, я могу сказать четко, что такие слухи я не распространял. Я все время говорил, что Такаев мебель, ничего он не решает, у него нет никаких полномочий. И я это делал, свои заявления, ну, знаю вообще политическую ситуацию, во-первых. Во-вторых, я ссылался на указы, которые подписал Назарбаев, будучи президентом страны. В конце прошлого года, в декабре, он подписал серию указов, и этими указами, имеющие силы закона, подчинил себе лично Национальный фонд, то есть, выписавте, там нефтяной фонд свыше 60 миллиардов долларов, все вопросы по расходам Национального нефтяного фонда или Национального фонда решает один лично, но Султан Назарбаев. Собственно, это и раньше было, там были члены Национального фонда, некие сенаторы, все прочее, но в реальности, мы же все понимаем и знаем, что в реальности он единоличные решения принимал. И, понимая и зная, что он власть передаст Такаеву, он заранее подписал необходимые документы, внес поправки к Конституции. Теперь Национальный фонд, которым свыше 60 миллиардов долларов, все вопросы по его расходам решает не правительство, не президент страны, а лично Нурсултан Назарбаев. Руководитель Национальной компании, Казмунайгаз, Самрук Казана, Железная дорога, на самом деле назначается прямым решением Нурсултана Назарбаева, чтобы вы понимали. Все эти крупные национальные компании, они держат не менее 40% доли экономики страны. То есть, еще накануне, до того, как он передал власть, он внес серию поправок законодательства страны, внес понятие конституционные ельбасы и, по сути дела, заранее персонально передал власть себе лично. То есть, получается, в нашей стране есть атрибуты демократической системы, президент, якобы выбираемого народу, парламент и все прочее, но в реальности есть неконституционный орган ельбасы, которому все подчиняется. При этом, он не избирается народом, нигде, ни на каких уровнях, и власть его пожизненная. Ну, то есть, чтобы у вас не было иллюзии, у нас сейчас конституционно закреплена диктатура. То есть, у нас диктатура, а никакая не демократическая республика. Поэтому, действительно, двоевласти нет, вся власть принадлежит на султану Назарбаеву. Здесь, уважаемые друзья, много экспертов говорили, как же так? Сылались на нормы конституции, на статьи, когда именно глава государства является высшим должностным лицом, что он отчитывается только перед народом, и есть несколько должностей, которые он согласовывает с сенатом, а тут получается, что он все должности, все ключевые должен согласовывать с Советом национальной безопасности. Я уверен, что здесь прямое противоречие нормам конституции, которые стоят выше всех законов страны, и конституция заявляет, что Казахстан демократическое государство, поэтому такого рода ставки, законы, конституции, указы, они являются неконституционными, и когда мы завтра придем к власти, сменим режим, понятно, что у нас есть юридические инструменты для того, чтобы отменить все эти неконституционные решения со стороны Назарбаева, Такаева. Более того, неконституционными являются поправки и нормы, которые внесены в Конституцию, в котором говорится, что Назарбаев и члены его семьи являются неподсудными, потому что это просто противоречит основному пункту Конституции, в котором говорится, что все граждане страны равны перед законом. И в этом смысле также и Назарбаев должен и может привлекаться к ответственности, если он совершил преступления, которых он совершил действительно тысячи, огромное количество, и эта норма, которую он вбил в Конституцию, просто тоже является юридически незаконной. Поэтому, когда меня спрашивают, как же мы его привлечем к ответственности Назарбаева, я говорю, очень просто, у нас масса юридических инструментов, используя которых мы можем отменить все эти поправки и привлечь к ответственности Назарбаева. Поэтому, уважаемые друзья, когда на этой неделе и на прошлой неделе начались бурные обсуждения, как же так, у Косможемарта что-то отобрали, я скажу, нет, ничего у него не отбирали, у него их не было. То есть, он стал номинальным президентом пустышкой, мебелью, которая изображает, что он президент, вот собственно и все. Ни у кого не должно это вызывать удивление. и теперь вы понимаете, что сейчас Назарбаев просто готовится к передаче власти для своей дочери и в какой-то момент опять же будут внесены поправки законодательства страны, что после смерти султана Назарбаева вся власть в полной мере перейдет действительно в руки дороги Назарбаева. Собственно, вот куда все это и направлено и строится. Действительно нет никакого двоевластия, чтобы ни у кого не было иллюзии. Вот. И ну, мы для себя должны понимать, что именно такая структура, диктатура, она была и предыдущие 30 лет, просто она сейчас юридически оформлена. И конечно же мне юристы задут вопрос, если Такаев внес своим указом поправки, можно согласовывать, то есть нужно согласовывать эти должности с Назарбаев, то по идее он же своим же указом может отменить поправки. Он может. Но на самом деле есть куча поправок, как я говорил, в законы страны Конституции, которые ограничивают такую возможность Хасмужемар-Такаев. То есть фактически он не сможет. Он не сможет по двум причинам. Есть инструменты механические, которые с различными поправками Назарбаев внедрил, поэтому у Такаева нет. То есть у него нет возможности по сути дела отменить свои же указы. Ну и не говоря о том, что если он попытается это сделать, то есть немедленно он будет арестован всеми силовиками, которые по сути дела подчиняются именно Назарбаеву. вопрос, а для чего все это было сделано? Почему Хасмужемар все-таки подписал этот указ, если есть разные нормативные документы, законы, которые уже изначально, когда Назарбаев как бы сдавал власть Такаеву, они уже присутствовали, он это сделал специально. Он в реальности, хотя говорит, что Такаев президент, он всеми этими поправками, которые подписаны лично Такаев, хотел унизить его. Он просто унизил Такаева прилюдно, сразу показал, кто в доме хозяин, Такаев не пикнул, не издал звука, ну мебель только скрипеть может, правильно? Вот собственно он при всех его унизил, он подписал, хотя мог и не подписывать эти поправки, это ничего не решало, потому что необходимые полномочия уже есть у Руслтана Назарбаев. Поэтому уважаемые друзья, это акт политического унижения Токаева перед всем народом. Если до этого я его называл мебелью и вы его называли по-разному тоже называем мебелью, то теперь сам Назарбаев, который его посадил, прилюдно его унизил, чтобы он знал свое место и никогда не сдавал голос. Уважаемые друзья, мы объявили вчера акцию монстрацию. Дело в том, что у нас есть известные три буквы, которые пугают людей. Еще с советских времен был КГБ, люди его боялись, это был такой страшный орган. Потом его правоприемник стал КНД, и когда говорят орган из трех букв, люди пугаются, имея в виду, что это репрессивный орган. Недавно ну скажем так, больше года назад, когда мы начали действовать открыто и публично, создали чат активист ДВК, и к 13 марту у нас набрало 100 тысяч наших сторонников в чате Телеграм, и тут власть поняв, что если они не будут препятствовать, ДВК наберет миллионы, приняло закрытое судебное решение, озвученное Исильским судом города Астаны о том, что ДВК является экстремистской организацией. И собственно весь прошлый год и этот год идет такой процесс запугивания. На самом деле это не запугивание, сама власть циркулирует свои страхи. Вы знаете, когда проходят митинги, сразу все блокируется, торговый центр закрывается. Меня спрашивают, разве Назарбаев боится? Он же не боится, он говорит какие-то слова угрожающие, все прочее. Нет, уважаемые друзья, он боится, панически боится. Если бы он не боялся, он бы сказал, пожалуйста, митинги проводите, у вас нет поддержки, у вас там, как говорил его Соловей, там несколько тысяч человек выйдет на площадь и все. Если бы это было так, то разрешение власть давала бы и говорила, пожалуйста, проводите, но они прекрасно знают, что если они дадут разрешение, то на улице действительно выйдут сотни тысяч человек. поэтому власть проводит репрессивные операции, заранее выявляет тех людей, которые имеют активную позицию, задерживает, закрывает их на трое суток, на десять суток, штрафует и так далее. Поэтому страх, что называется, на поверхности. И, друзья, чтобы мы не боялись организации из трех букв, я имею ввиду ДВК, мы сейчас запустили такую монстрацию веселую. Ну, Назарбаев известный, что он любит двух коров. Что такое ДВК, аббревиатура? Мы говорим, Назарбаев любит двоеточие двух веселых коров. ДВК. Мы говорим, давай выбор каждому ДВК. Давай дорога, выучи китайский. То есть, собственно, мы эту монстрацию веселую запускаем, чтобы мы смеялись над властью, посмеивались над их страхами. ДВК, над страхами, над аббревиатурой из трех букв. Не бойтесь, мы не страшны. Мы завтра поменяем страну вместе с народом. Мы построим крутую страну. Мы построим невероятно крутую страну, потому что наш народ это может сделать. Сейчас все богатства страны, похищаясь Назарбаевым и его верхушки, и поэтому они боятся, что к власти завтра придет народ, и народ завтра с них спросит. И поэтому не народ должен бояться ДВК, Назарбаев пусть боится. А мы в этой связи запускаем веселую монстрацию, связанную с тем, что ДВК не надо бояться, ДВК отличная организация. Поэтому уважаемые друзья, я приглашаю вас участвовать. Нашу акцию поддержали многие люди. Они выходят шутливыми видео, минутными, тридцатисекундными на разных языках. Поэтому уважаемые друзья, мы предлагаем вам убить эти страхи, чтобы не бояться ДВК. Теперь о митингах 26 октября. 26 октября в 14.00 мы проводим митинги по всей стране. В Алматы это центральная площадь Астана. В Астане это Конгресс Холл. Те, кто проживает в Астане, знают прекрасно это место. Мы сейчас озвучили все места проведения митингов по более-менее крупным городам. Ролики стоят на каналах 16-12, на канале в Ютьюбе Мухтар Аблязов, также на различных аккаунт-каналах, которые мы распространяем по всем социальным сетям. Уважаемые друзья, мы сейчас 26 октября применяем совершенно другой метод, так называемая система обруч, когда протестующие свободно двигаются по параллельным улицам, вертикальным, горизонтально к месту проведения митинга, стоят на остановках, находятся на бульварах, потому что нам, полиция, все время препятствует, чтобы организовались какие-то группы, стараются сделать так, чтобы уже, когда собирается небольшая группа из трех-пяти человек, сразу их разгонять, сразу задерживать. Но мы в этот раз формируем такую ситуацию, когда, если полиция будет препятствовать формироваться вот таким группам, она будет в первую очередь нарушать закон, и, соответственно, у нас будет воплощаться возможность в суды, не только казахстанские, но международные правозащитные организации, международные организации типа ОБСЕ. Как известно, Казахстан подписал различные международные конвенции и соглашения, которые предполагают свободу выражения митинга наших граждан, свободу митингов, и все заявки на осуществление митинга осуществляются практически уведомительным путем. Мы уведомили власти Казахстана, где мы проводим наши митинги заранее, за месяц вперед. Поэтому мы не должны спрашивать разрешения. Когда вам местные органы власти говорят, что идите получите разрешение и вы должны получить согласование, вы им не верьте, потому что в соответствии с конституцией нашей страны международные договора по своему статусу стоят выше, чем внутренние договора и чем внутренние законы. И в соответствии с этими конвенциями нам нет необходимости получать разрешение. Мы должны только уведомлять, что мы и сделали. Итак, соответственно, мы определяем и знаем места, мы по параллельным вертикальным горизонтальным улицам собираемся, гуляем по пешеходным дорожкам, собираемся на остановках автобусных, в парках и в этом случае полиция, если начинает вам таким-то образом препятствовать, разгонять, то она прямо нарушает законы и конституции нашей страны, потому что каждый гражданин имеет беспрепятственное возможность перемещаться по улицам, гулять по нашей стране, по бульварам и так далее. И поэтому мы загоняем, по сути дела, в полицию, не в правовое поле. И мы создаем некий обруч, и заранее, за полчаса до проведения митинга, с этого так называемого обруча, люди начинают придвигаться к месту проведения митинга. И когда сотни тысяч людей одновременно начинают приближаться к месту проведения митинга, полиция, крупных городов не в состоянии препятствовать. Я еще раз хочу вам напомнить, что в Алматы, в Астане режим может собрать максимум 5000 полицейских, в крупных областных центрах максимум 3000, больше у них возможностей никаких нет, но и для этого нужно оголить все районы областных поселков, сел и все прочее. Просто всех участков всех собрать в одну кучу, вы понимаете, это какая должна быть мобилизация. А в Алма-Ате живет более 2 миллионов, в Астане более миллиона, поэтому если даже соберется 3,5-5% населения на митинг, вы понимаете, что полиция не в состоянии будет препятствовать поэтому уважаемые друзья, я хочу вам напомнить 26 октября в 14.00 мы проводим митинги нет экспансии Китая свободу политическим заключенным. Алга, Казахстан!